Видите, рекору всем, кому приходится заниматься грязные занятия? Значит, что я вам скажу? Первое. Работать вам придется сейчас плотно по подготовке и сдаче. Я надеюсь, что у вашего потока нет или почти нет долгов по лабораторным работам. Потому что у нас так сложилось ваше расписание, что вы стартовали позже, на полкалендарной неделе. Но фактически у вас нет запасной недели. Вот. И оно сейчас подсохнет. Поэтому у вас контрольная будет в следующий четверг. Я в следующий... Ой, четверг, вторник. Вторник. Простите. Вторник, она будет состоять из десяти задач, как и первая. Но, естественно, она будет включать в основном материал второй части семестра. Хотя простенькие задачки там присутствуют. Поскольку у вас, возможно, у кого-то уже прошли лабораторные сегодня. Это, скорее всего, прошли у многих. Я вам озвучу тему этих задач, только темы. Вот. И разбирать сами задачи не буду, потому что у меня есть темы, которые сейчас по лекции нужно разобрать. Можете записывать. Они пока нигде не опубликованы. Нет у меня пока сейчас. И план их не опубликовать. То есть это будет через вам преподавателей лабораторных будем выносить. Но вы уже могли пропустить. Значит, первая задачка. Это подциферный анализ числа в какой-то системе счислений. Подциферный анализ числа в некоторой системе счислений. Вторая задачка. Это примерные, это ориентировочные. Ты не знаешь, что они ровно такие будут. Я вам называю, а может немножко измениться. Тем не менее. Так, вторая. Это подсчет количества пар чисел с определенными свойствами. Пар троек чисел. Это задачка на алгебру логики. Ну, понимаете, да? То есть я вот встраиваю сюда. Первую систему счислений, вторую алгебру логики. Так, дальше. Третья. Это задача поиска максимума, положения максимума. Ну, соответственно, минимум, положение минимума. Количество минимумов, максимумов. Все с максимумами, минимумами. Одновременный поиск двух, трех за проходом. В общем-то. Задачка четыре. Это задача на частотный анализ. Она же сортировка подсчетом. Анализ частот вхождения. Частотный анализ. Можете написать? Сортировка подсчета. Пятая задача. Синхронная сортировка массивов. Пятая задача. Сортируем один массив, а второй точно так же рядом. По сути, реализация квадратичных обычных сортировок, которые были. Ну, то есть, вам нужно знать или уметь реализовать сортировки выбором, вставками, пузырьком. Для решения этой задачи. Только реализовывать их руками самому. Потому что стандартной воспользоваться не получится. Дальше. Шестая задача. Тоже на сортировку. Тоже на сортировку. С использованием экзотических сортировок. Сортировка дурака, сортировка обезьяны. Возможность сортировки быстрая. Слияние и пар. Шестая. Это более экзотика. И более специфические сортировки. Седьмая. Это задача по типу ханойских башен. Ханойские башни. Седьмая. Ну, естественно, не в оригинале. Восьмая. Траектория наименьшей стоимости для кузнечика. Ну, только там тоже будет экзотика определенная. Не в копию, как был на лекции. Девятая задачка. Это генерация комбинаторных объектов. Типа всевозможные скобочные последовательности. Типа все подмножества данного множества. Типа все перестановки чисел. Все там числа в какой-то системе счисления, у которых не более чем столько таких цифр. Ну, в общем, все, что регурентной генерации делается. И десятая задачка. В ней будет ООП. Вам придется делать класс, который реализует алгоритм с использованием стека. Класс, реализующий алгоритм с использованием стека. Итак. Теперь давайте с вами по сегодняшней теме. Сегодня у нас тема с вами стокурда. Безусловно, в ПИТО немного реализованных уже структур данных. Их много. Они находятся в библиотеке Collections. То есть, там, from collections, import звездочка. И поехали. Ну, и здесь, естественно, нужно посмотреть справочник. Узнать, какая, зачем из них работать. Ну, мы, в частности, вот name tab вот туда взяли. Но речь сейчас не о них. Речь сейчас пойдет о других. Которые мы попробуем сделать сами. И разобраться в том, как вообще они устраиваются. Потому что для нас здесь какой-то вот, ну, как код в мешке. Как-то оно работает. Ну, вот как работает список в ПИТОРе? Как он внутри устроен? Как это у него никогда не заканчивается память, когда он заканчивается в конец? А ведь реально же оперативной памяти. Там же кто-то лежит. Как он получается, что туда расширяется? От нас спрятана реализация. Тем не менее, я вам так говорю, что это такие, действительно, массив ссылок. Да, то есть, в него вставка в середину, она дорогая. Удаление элемента из начала лист, дорогая операция. Да? Добавление в конец удаления из корца, это дешевая операция с точки зрения времени. Давайте с вами вот, что я сейчас делаю. Значит, записали для сотрудника, чтобы она не маять, поскольку она не открылась. А что я сделаю сейчас? Я хочу сделать такую структуру данных, которая называется, под заголовок какого-то того, односвязный список. Односвязный список. Односвязный список. Что это такое? Предположим, что я играю в игру кладики. Дети в такую игру иногда играют. Пишется записочка, на которой написано, где лежит следующая записочка. Ну, естественно, у этой записочки есть какие-то хранимые данные. Ну, например, условно, здесь. А вторая часть, она отведена на мета-информацию, где лежит следующая записка. Под горшком стикуса. Там написана какая-то следующая информация, да, и указано, где следующая записка. Под половичком он увидел. Так? И есть какая-то финишная записка, в которой congratulations, да, и что? Написано в следующей записке нет. Я это реализую следующим образом. Я поставлю там ссылку на специальное ничему. Ну, то есть на на. Вопрос, как мне это реализовать? Ну, понятное дело, что я могу продолжать вот этот вот список, сколько угодно мне надо. Что я сделаю? Я создам его следующим образом. Я ведь знаю, что на самом деле список питоновцев, это список не значений, а список ссылок. То есть у меня в списке хранятся ссылки. Так я и буду хранить во первом элементе ссылку на объект числа, да, а во втором ссылку на такой же список. Понятно? В котором ссылка на объект числа, запятать, и ссылка на такой же список. Понятно? Ну, в котором у меня ссылка на объект числа и ссылка на нано. Понятно сейчас, да? Я сейчас это дело еще перепишу, запаковал. Как питон записывает? То, когда мы создаем объекты, мы можем как бы вложенные их создавать. Поэтому я могу взять и написать вот так. 10,20, запятая сколько, 30, запятая нано, и закрыть все дископки. Вы можете мне сказать, Вафий Федорович, ну это просто всего лишь трехмерный массив, но только странный, в котором то число, то массив. То есть первый элемент число, второй массив. Да нет. Если я понимаю устройство питона внутреннее, то это как раз односвязный список. Ну, вот с некоторой поправкой, что там не сам элемент пролится, а ссылка на число, да какая мне разница? Я ведь могу, когда ссылка на число, а число у меня является неизменяемым объектом, то я на PythonTutor.com на числа ссылки сразу вписываются в те места, где, собственно, ссылка. То есть он выглядит будет как раз вот 10, 20, 30, если я на это дело посмотрю, да? Понятно? Ну, а тут будет просто надписано все. Тут ссылки будут проставлены. То есть если я такой объект создал, посмотрю, он будет выглядеть. Ясно? То есть это на самом деле и есть односвязный список. А что там? Таблица Менделеева. Вы же химики, вам, наверное, интересно. Новенькое что-то. Ладно. Поехали. Для чего неон может быть? Или давайте так, а как мне его вообще использовать? Можно ли его разумно использовать? Ответ – да. Давайте сделаем так. Я возьму себе ссылку на начало. Ну, то есть я себе взял вторую ссылку, да? У меня сейчас П указывает туда же, куда, собственно, на А. На первое звено. А затем я начну распечатывать и перещёлкивать. Распечатывать и переходить. Как я это буду делать? Я буду это делать циклически. Пока у меня П, не равен нам или просто пока П, потому что у меня любая ссылка на список является истинной. Любой список является истинным, кроме пустого списка. Поскольку я уверен, что пустого списка там не появится, то первая же, первая появившаяся, первая ссылка, которая у меня будет на перешагивание возникать, это ссылка на нам. а нам является ложным. Поэтому просто while П. Причём, как, в принципе, рекомендует с нам не писать пока П не равно нам. Ну, рекомендует писать вот как-то так. Пока П. Я вот так, в комментариях пишу, не равно нам. Что я буду делать? Первое. Я печатаю. Печатаю. Что? Вот, допустим, П у меня указывает сюда. Десятка. Она что такое? Она П нулевое. А теперь у меня надо перешагнуть. Как я это делаю? Я говорю, П равно П первое. Вот, то есть, та ссылка, которая указывает вот туда, вот видите, должна стать новым содержанием П. Поэтому вот это, собственно, и есть перешагивание на следующее звено. Подождите, а здесь проблемы копирования списка не возникнет? Это оператор чего? Как я его назвал? Я в этом году специально назвал его по-другому. В том я еще говорил оператор. Связывание. А здесь я его называю оператор связывания. Как про копирование происходит? Нет. У меня имя связывается с объектом. Причем, если у меня справа объект не литеральный, то есть, прямо тут записанный, создаваемый, а он у меня просто по ссылке, а по первой это ссылка на объект, то эта ссылка как бы разыминовывается и эта ссылка просто становится копией той ссылки. и все. Объект не копируется. Так, дальше. Что? Если бы я копировал в срез, копирование в срез это уже другое. Там действительно, ну в смысле, присваивание в срез, да, вот это как раз, а тут нет. Тут я отримую в имя. Вот. То есть, таким образом, я сейчас вот этими тремя строчками, ну, четырьмя, учитывая вот это вот, то, то, что мне этот п, ссылка на начало, да, если бы я для этого использовал а, то что? Почему нельзя использовать а? мы потеряем начало. А как только мы потеряем последнюю ссылку на начало, то что? Придет сборщик мусора и съест. Понятно? Поэтому, а эти все почему не удаляются? А потому что там каскадно они удерживают. То есть, есть имя, которое ссылается сюда, а эти ссылаются на то. То есть, он их как в пропасть держит, да, один другого, другого за руки, они удерживают, и поэтому сборщик мусора список не съедает. Понятно? Пока есть ссылка на начало. Поэтому нам ссылку на начало надо хранить. Да и она нам пригодится для того, чтобы еще раз его распечатать, еще раз, если надо распечатать. А можем ли мы этот список распечатать сзади наперед? Нет. Удобного, легкого способа нет. Почему? Ну, потому что у нас нет способа перешагивания налево. А что для этого можно было бы сделать, если бы очень хотелось? А? Можно просто до последнего, потом до среднего, и так вот и распечатать. Ну, а как мы узнаем его номер? То есть, мы вначале пробегаемся первый раз и считаем, посчитались, сколько элементов. Так, а теперь считаем и останавливаемся на n-1. Потом считаем, а? Как? Нет, ну, можно схитрить, можно сказать, ну, давайте это сделаем регурентно. На самом деле, рекурсия, она же пользуется стэком вызовов, то есть, на самом деле, вообще стэком. Поэтому, на самом деле, конечно же, рекуррентно легко было бы это сделать, на самом деле, рекурсия будет, по сути, хранить эти значения, а потом, бывает, все равно там мы не избавляемся в использовании дополнительной памяти. Вот, но смысл в том, что простой, реально простой способ реализуем в другой структуре данных, которую мы сейчас реализовать не будем, ну, не надо ли реализовать. но сделать ее несложно. Она называется двусвязный список, надо просто туда досунуть еще ссылку на предыдущего и поддерживать эту ссылку на предыдущий элемент. Понятно? Ну, а здесь будет эта ссылка указывать на нам. Понятно? Вот так. Ну, такую конструкцию представить, то есть, если односвязную я могу еще вот так создать вот легко, да, то вот такую конструкцию представить себе в виде создаваемой в одной строке, конечно, уже трудно. Потому что в ней содержатся как бы две ссылки и туда, и туда на создаваемый объект. Понятно? Да? Но реально я даже здесь могу это сделать уже существующим односвязным списком, пробегаясь к нему, взять и досовывать к нему, например, справа и пиндить к нему. Там, допустим, первое, можно же не обязательно начало эту ссылку. А первая ссылка это ссылка в период, и вторая это ссылка на предыдущий. Вполне могу пробежаться и каждому элементу сделать P.E.B.1 и пихнуть ему ссылку на предыдущий элемент. Ясно? Это можно, кстати, за ним проход сделать. Но у меня сейчас нет такой задачи. Нет задачи у меня организовать двусвязанный список, чтобы бегать и туда, и обратно. что хорошего в этой структуре данных? Что в ней хорошего? Есть ли польза в ней? Сказал бы матроски. Польза от нее большая. В чем? Ну, во-первых, мы не обязательно должны добегать циклически до самого конца, но мы можем искать в ней. Делать это за линейное время, как в массиве, как в обычном списке. В плитоне возникает такая вот миссандерстендент. Структура данных список, она является списком, но не в этом смысле. Не односвязанно. Там она по типу массива. Поэтому я буду все время говорить слово односвязанно. Односвязанно, односвязанно. Хотя иногда просто говорят список. В С++ то, что называется список лист, это совсем не то же самое, что в плитоне. Там лист это точнее не он, а двусвязанно. Ладно, но это к чему? А можем искать. И вот мы, допустим, нашли, нашли, и вот у нас есть ссылка на тот элемент, где мы нашли 20. Я что могу делать? А список мог быть там миллионной длины. Вставить в середину сколько это операций? Если бы это был обычный список лист, то вставить элемент в середину просто так нельзя. Там надо реально перегрузка, перегружаю все значения, ссылки, копирование не так много, как если бы это реально объект грузили. Ссылки двигаем, но все равно это количество равно вот хвосту. Да? И тогда уже я вставляю на место этого элемента. Ясно? А тут, допустим, я хочу вставить новую палочку туда на место этого P. Как я это сделаю? Давайте вначале рисунок, потом код. Я вначале генерирую новый элемент, давайте назовем его TMP, который у меня указывает на новый создаваемый элемент списочка. Причем, кстати, я сразу заложу ему правильную ссылку. она будет на P next. Ну, на P1. Кажется, после 20-ти стороны. Да. А, вместо, прошу прощения, вместо, на него, на него. Просто на P. Тыц. А теперь, что мне надо сделать? А, прошу прощения, мне на него не будет не очень просто, потому что мне должна в предыдущее заглянуть и там давайте сейчас я нарисую после. справа. Все-таки вот сюда. А теперь я что делаю? У этого элемента я беру и меняю вот эту вот ссылочку. Говорю, а ты указывай, пожалуйста, теперь на низу. И таким образом я после этого элемента встаню. Понятно? И никаких лишних действий, никаких копирований, ни данных, ни ссылок. То есть все это за просто фиксированное количество действий. То есть вставка в производную позицию этого списка происходит за по от единиц. Понятно? Ну и в частности в начало. Именно то, что у лист массивов, у листа происходит очень долго, вставка в начало, потому что нужно все двигать, а тут происходит вообще сразу, потому что нам даже бежать никуда не надо искать. Вот он, а, пожалуйста, создали новую парочку и вставили. Давайте собственно сейчас это дело и пропишем. Но единственное вот что, я сейчас прописать пропишу, прописать пропишу, но, так, сейчас, секундочку, я бы хотел оформить это уже как некоторые функции. Да? Хочу сделать функции. Вот давайте я сделаю так, я здесь а сотру, а вот здесь я пишу функцию деф принт лист принт лист принт лист а так оп и хочу оформить соответственно сразу уже теперь как функцию добавлением начала. Да? Ну что же, давайте добавим а еще раз принт лист это пока что распечатывающая я ее пока не меняю. Она же распечатывает его. Я просто это тоже, но что бы делать уже как-то набор функций повзаимодействия со структурой данных. Потому что я же не буду каждый раз вспоминать как у нас структура данных устроена, как по ней бегать. Вот у меня готовый алгоритм пробегания по ней, пожалуйста. Надо будет распечатать просто черну и все. Дальше я хочу сделать функцию которая будет у меня что делать? Добавлять элементы начало. Давайте назовем эту функцию словом push front. push front. То есть вставить начало. Итак, я сюда должен передать указатель на начало и какие конкретные данные мы туда вставляем. ну давайте назовем словом дата. Дата это какое-то число потому что я с точки зрения пользователя я не очень интересен внутренним устройством я хочу пользоваться просто свойством что это делается зао триблицы. Итак, что я должен сделать? Я должен как уже мы оговорили я должен создать новый элемент ну давайте сейчас я на новое это дело напишу чтобы было понятно я могу как P его обозначить P указывает сюда при этом эта ссылка должна указывать на старое начало и A надо чтобы начал указывать туда куда P это делается двумя инструкциями Итак что я делаю? я говорю P равно P равно список в который я отправляю первым элементом данные а во второй элемент старое начало списка да а потом я что говорю A равно новое начало списка это P ну теперь он начинает все творить в принципе я даже мог бы это сделать вообще в одну инструкцию A равно и давайте я напишу тоже красиво давайте A равно что DATA запятая запятая A красота видит ага специально это делаю для того чтобы показать что ёлки-палки не получится почему потому что мне надо поменять саму ссылку то есть A является ссылкой а что происходит когда я находясь внутри функции присваиваю имя я по сути создаю локальный локальную ссылку и она не отражается в существовании глобального имя я кратенько напомню чтобы была понятна ссылочная модель предыдущий поток не сообразил что-нибудь будет работать смотрите значит у меня сейчас есть какой-нибудь список A 1 2 3 есть функция которая F которая потребляет этот самый список и она внутри если она бы меняла по ссылке то это одно но если она даже если она сделает B плюс равно и туда какой-нибудь кусочек добавишь то тем не менее это все равно должно быть интерпретировано как B равно B плюс 4 вот у нас что-то в этом смысле подобное и я что делаю я по сути связываю с новым именем смотрите у меня есть некий реальный объект списка который у меня существует да в этом случае я вызываю функцию для этого объекта F от A у меня создается ссылка B которая указывает на тот же самый объект на который указывала A понятно дальше 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 при помощи этой ссылки и этого объекта генерируется некий новый объект то есть логическая связь создался новый объект и ссылка B являясь локальной ссылкой она стала указывать уже на другой объект имя B с окончанием функции перестает существовать правильно имени B больше нет а значит на этот объект никто не ссылается из бочек мусора и получился создан объект съедать понятно то есть я не могу изнутри функции поменять глобальные ссылки кроме использования слова global когда я знаю точное имя внешней ссылки и кроме этого это не очень хороший тон это не совсем хорошо менять глобальные ссылки добираться туда а вот так как бы я же не знаю что мне а далее или кого-то еще поэтому я изнутри поменять вроде бы не могу что какой выход из этого ну вариант такой мне надо сделать инкапсуляцию этой ссылки на начало списка в какой-нибудь собственный тип понятно мы сделаем собственный класс мы сделаем собственный класс назовем его линкан лист класс линкан лист сделаем его конструктор сделаем способ его распечатки который естественно раз уж мы класс делаем так давайте сделаем ему замещение стандартного метода стр чтобы распечатка в принципе работала print и все его печатается да это делается как print подчеркнем 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 ст помните то что я писал вот ну вот так больше ничего передавать не надо и соответственно вопрос вот как я сейчас назову атрибут этого списка атрибут который будет собственно ссылкой на начало ну давайте назовем ее ну не а я не помню как я назвал на этой лекции может и а я ее не назвал не помню давайте а остается а только это будет теперь не а просто а это в целом а когда я создаю список только создаю связанный список то он пуст поэтому в целом точка а в принципе я могу сделать его подчеркивание а скрытым чтобы он у меня был типа скрытый ссылка не торчал наружу совсем я хотя бы сигнал потому что это капсулированный член итак подчеркивание а равно когда он пустой то что то у меня список указывает на один единственный на то есть у меня никакого хранимого значения нет значит просто у меня там на все вместо звена так п равно целый подчеркивание а точка подчеркивание а а дальше все то же самое теперь пуш фронт теперь у нас не а дата а селф как первым параметром всегда и запятая дата ну а здесь пожалуйста почему можно менять потому что я не сам селф делаю новой ссылкой я не создаю локальную ссылку не меняю ссылку а я пользуюсь селфом добываю ссылку а которая лежит внутри селфа я меняю ее в пространстве имен данного объекта поэтому все кто имеет данный объект по ссылке на объект а как они еще будут иметь они будут иметь этот объект по ссылке так вот эта ссылка на сам объект не меняется а в нем уже есть ссылка подчеркивания которая изменится понятно поэтому я тут смело пишу селф точка подчеркивания а понятно вот это меняет ссылку на объект атрибута понятно то есть атрибут поменять селф точка подчеркивания а равно что дата запитает что там дата селф точка подчеркивания а ну все супер мы сделали с вами добавление в начало оно работает наверное мы сможем это дело увидеть то есть мы можем напихать и распечатать вот чего нам для полного счастья не хватает знаете что доставать еще или нет ну вообще по хорошему можно конечно тут кучу всего написать вплоть до сортировки пузырьков ну потому что другая стандартная сортировка для него работать не будет она требует team sort стандартная прагматическая сортировка она дальнего порядка она быстрая сортировка она быстрее сортировки хуара асимпетически такая же но быстрее фактически но мы не будем все это прописывать давайте еще один метод напишем добывание элемента изначально вы можете подумать что это очень легко однако же нет однако же это не совсем легко почему потому что во первых когда я добавляю элемент невозможно возникновение ошибки понимаете всегда можно добавить элемент начало ну что мне не хватит памяти на еще один элемент но это уж настолько критичная ошибка что реальное продолжение дальше выполнения программы невозможно если кончилась оперативная память понимаете это вообще компьютер просто ложится и все дальше одна операционная система какие-то ключевые системные процессы еще там ранее говорит давайте пора закрывать но это совсем жестко а так в целом это никогда не закончится то есть ему можно пихать до поседения до окончания оперативной памяти а вот забирать можно не всегда даже более того нам одного метода недостаточно нам бы по-хорошему сделать метод для проверки а не пусть ли список ну почему потому что я инкапсулировал ссылку на начало да и более того я ее инкапсулировал для того чтобы скрыть внутреннее устройство ну чтобы не пудрить мозги человеку который будет этим списком пользоваться чтобы для него был интерфейс красота а не вот это гулянье поэтому мы напишем ему что функцию def empty которая возвращает true когда у нас self а является none как это сделать очень просто она делает return not self точка подчеркивание а почему это будет работать потому что любой список с точки зрения логического своего смысла является истинным понятно поэтому при попытке применить ему логическую операцию он вынужден стать логическим значением я могу сделать явным образом сделать bull от self точка подчеркивания а но моя интуиция я сейчас перед лекцией не проверял надо было бы проверить но моя интуиция подсказывает мне что это по идее должно сработать если не сработает то можно конечно там написать дополнительно но смысл в том что он там не равен нам или там return self точка подчеркивания а наоборот равно равно нам но я не хочу так я хочу вот так надеюсь это сработает а теперь собственно функция добывания изначал давайте назовем ее opfront opfront соответственно она будет возвращать в качестве значения те данные которые она возьмет из первого звена удалив при этом это звено то есть она возвращает то число которое там хранилось и удаляет первое звено надо может прописать что удаляет первое звено и возвращает или можно даже первое звено и возвращает его дату все понятно есть кому-то понятно что мы делаем первое если список куст бьем тревогу если список куст бьем тревогу как нам это сделать при помощи исключительных ситуаций нет конечно можно ассертом да но дело в том что эта ситуация она не такого характера как ассерт ассерт это когда я уже в чем-то уверен я просто себя так проверяю то есть это такая техническая проверка если вылетает ассерт это значит что реально алгоритм неправильный понятно а это такая ошибочная ситуация которая в принципе могла бы быть обработан то есть это как раз та ситуация когда мы что называется только там не таджик грузит тачку землю а у нас что-то наоборот он должен привозить цемент а тут цемент закончился то есть это ситуация которая требует вызова прораба какой-то надфункции которая запускала процесс и она поправит в принципе эта ошибка она должна позволять себя отловить это не серб понятно по своей логе она тоже является эксепшеном тоже исключение но она ближе скорее к индекс как ошибка индексации отсутствующий элемент списка или кей эррор когда у нас в словаре отсутствует ключ по которому мы искали то есть что-то такого характера я так чисто чтобы не создавать собственные ошибки я сделаю этот raise значит если у меня self точка empty я не буду переписывать собственно алгоритм тем более что возможно куда дальше нужно писать self точка подчеркивания равно равно на но я не буду так вот если self точка empty что у меня ну со скобками естественно его называю в этом случае я делаю raise индекс r когда я вызываю ошибку при помощи рейза мне нужно ей кинуть экземпляр этого класса экземпляр исключения поэтому я кидаю индекс r со скобочками на самом деле сюда по моему еще можно в эти скобки вписать в кавычках какую-то фразочку мы сейчас не будем ну что подробно данного конкретного индекса r с каким индексом это произошло мы не будем сейчас это делать если я сюда пришел значит рейза не произошло потому что рейз это многоуровневый return то есть если я сюда пришел то все я уверен что он теперь точно не пуст что я теперь делаю мне нужно вытащить данные если я вытаскиваю данные да откуда из a этого self a self точка подчеркивания a нулевой это данные итак я добыл данные с первого спина списка а теперь мне нужно этим a просто перешагнуть то есть самим a перешагнуть тем самым я отказываюсь от первого звена и сборщик мусора автоматически его съедает то есть я делаю здесь self точка подчеркивания a равно что self точка подчеркивания a первым ну вот как видим маленькая сложность а все таки была и еще не забудь вернуть те данные потому что их вполне вероятно ждут что мы сейчас реализовали при помощи связанного списка мы реализовали такую структуру данных как степ оказывается есть два вида структур данных два вида структур данных есть структуры данных которые отвечают за характер хранения и доступа то есть которые скорее описывают как это реально хранится а есть структуры данных по интерфейсу взаимодействия сек является именно такой структурой данных еще как бы говорят например контейнер адаптер то есть он реально будет использовать какую-то структуру данных для того чтобы быть при помощи ее организован понятно вот мы будем вот сейчас я сделал для функции которые позволяют использовать мой линк инвес в качестве стека как работает стек стек это такая структура данных которая давайте запишем стек тире это лифо очередь все точка что такое лифы last in frost now последний пришел первый вышек то есть приходящие туда значения закладываются пуш и поп есть еще возможность реализации операции как топ это узнать состояние текущего элемента не изменяем то есть не удаляем есть возможность узнать empty есть возможность узнать сколько хранимых элементов можно дополнять дополнительную функциональность но нам достаточно сейчас будет трех операций push pop empty чтобы показать смысл этой структуры да есть еще одна структура давайте тоже ее запишем это очередь что такое очередь очередь это FIFO очередь масло масло или first in first out first in first out ее обычно для того чтобы изобразить рисуют горизонтально то есть элементы туда попадают но если вдруг их никто не берет оттуда ну тогда они ждут там то есть они как бы в конец добавляются а изначало берут понятно если бы у нас был двусвязный список то он идеально подходит для организации подобной очереди понятно для чего бывают нужны очереди ну например операционная система хочет взаимодействовать с приложением написанным над кинтами ну на питомском ну или на каком-то другом графическом интерфейсе с окошком кнопочками там какая организация событийная то есть информационная система бросает приложению события тебе кликнули мышкой тебе нажали такую-то кнопку тебе там что-то еще пришло на твое окошко попытались изменить с этого размера и эти события отправляются в него а приложение в это время вычисляет какую-нибудь функцию бестеля или не знаю складывает ряд тэйлов понятно она занята она не может прямо сейчас обработать это событие ничего страшного операционная система докладывает ей это дело в очереди впрочем у самой операционной системы тоже бывают очереди то есть приложение запрашивает доступ к жесткому диску и одно попросило и второе а операционная вообще еще не собиралась этим заниматься то есть она себе складирует складирует ну пора там ладно давайте займемся сейчас несколько заданий из этой очереди обработаем потом другими займемся понятно то есть для отложенного решения задач это прекрасная вещь у нас будет в следующем семестре замечательный алгоритм в котором нужна именно очередь дэкстер ладно сейчас не про нее речь а я пропустил вот такую штуку связанную списком вот я давайте сейчас скажу кольцевая очередь кольцевая очередь очень забавная структура я хочу показать сразу как ее устроить вот у меня этот самый список однозвязный или двусвязный или давайте однозвязный а теперь смотрите я возьму и скажу что вот этот элемент ну допустим добрался до него пока p первый не равен на ну о равен на ну добежит а сам p указывает еще сюда p первый пусть теперь указывает на начало то есть у меня получилось что они друг за дружкой хороводом вот так вот ходят если я попытаюсь побежать вот таким вот образом по кольцевому однозвязному списку то я буду бежать бесконечно долго и его распечатывать понятно ну кстати в питоне я попытался так питон обмануть ну чтобы он меня распечатал за подваристом а он пытаясь распечатать список в котором есть ссылка на сотку на этот же список он взял и остановился напечатал три точки поэтому если вы попытаетесь в этом дело создать это несложно создать это две строки вот тут самое а написать а потом этому а первому 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 равно а написать а потом принт а ну независно вот для таких вот любителей но смысл в чем зачем нужна кольцевая очередь она нужна например для планировщика задач операционной системе то есть когда у меня процессы получают процессорное время по очереди ты так хватит ты так хватит ты и а потом снова 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 понятно вот такая вот штука ладно давайте с вами сделаем забудем подробно по правой теме а разберем какой-нибудь алгоритм с использованием стека чтобы вы понимали что то что мы сейчас создали оно не в мус не просто баланс в домашнем задании одно была задачка на анализ скобочной последовательности помните корректная она некорректная но вы помните наверное что там корректными считаются вот такие скобочные структуры корректная вот такая скобочная в общем количество левых и правых скобок нужно совпадать а вот такая вот некорректная ну или наоборот некорректная а при этом в принципе я могу каждую скобочную структуру отобразить как состояние счетчика количества открытых скобок по времени время отверг количества открытых скобок ну соответственно оно у меня выросло упало выросло упало в данном случае еще проще ну давайте я на два подниму выросло выросло упало упало в данном случае в чем проблема в том что я упал ниже чем был да а здесь в чем проблема в том что я не приземлился да то есть у меня не было еще одной правой это прекрасно но но если я введу два вида скобок то у меня возникают такие скобочные конструкции которые ну вот это корректно да а это некорректно то есть тут тупо считать количество скобок не получится скажите ну давайте считать одни скобки и считать вторые скобки отдельно два счетчика однако это дело не работает я могу создать вот такого характера скобочную структуру в которой каждый счетчик да то есть количество круглых скобок выросло упало количество квадратных выросло упало то есть вроде как все окей мы на нуле то есть все открытые закрыты да и такой ситуации что у меня закрытых в какой-то момент было вот такая скобочная структура в ней мы в итоге достигаем в этой ситуации что у нас получается что я поднялся на 1 два раза опустился поднялся поднялся опустился вот такая она тоже некорректная вот этого всего нету но при этом это некорректная скобочная структура то есть вопрос что с этим делать ответ на это вот какой мне надо помнить какая последняя скобка была открывающаяся понятно но это тоже не решает проблемы потому что вполне возможно что я как бы ага окей последняя но мне нужно и про предыдущую помнить то есть про все открытые скобки мне надо помнить какие именно они были понятно чтобы искать закрывающих соответствующих именно делу ясно лобик ну что давайте с вами напишем функцию которая будет проверять корректность braces sequence да итак коррект braces sequence ну давайте она мне это это последователь она мне пришла как некоторая expression expression ну строка expression типа строка я сделал следующее я создам линк в качестве стека ну назову его снова стек с маленькой линк это первая вот конкретный экземпляр он создан у него уже появился а равен а да можно делать пуш шпорт еще что мне понадобится мне нужно будет определять является ли данная скобка левой является ли данная скобка правой да и уметь отождествлять левые и правые скобки соответственно ну например к правым искать левую да понятно давайте вот что сделаем я заведу несколько себе списочков список левых которые я назову в котором я перечислю варианты левых скобок которые у меня есть круглая левая скобка квадратная левая скобка фигурная левая скобка правой скобки круглая правая скобка квадратная правая скобка фигурная правая скобка ну допустим у меня все можно больше при желании теперь мне нужно будет для реализации алгоритма быстро сопоставлять левой скобки правую давайте левой и правой как мы будем называть эту структуру данных это позволяет одной строке быстро сопоставлять другую слова это слова нам сейчас надо быстренько написать слова не конечно я могу назову его other other brace я конечно могу здесь явным образом написать просто я здесь константы могу их так сюда их бить но я напишу вам классную конструкцию которая при адекватном дополнении всегда будет писать соответствующие слова значит что я сделаю я хочу создать словарь при помощи генератора ну собственно при помощи конструктора словаря конструктор словаря умеет принимать любую последовательность кортая женщина пара первая скобка ключ второе значение значит мне нужно ему сюда сунуть последовательность пара зип что ли для этого используется функция удобно использовать функцию зип которая итерированные объекты соединяет в кортеже соответственно по элементу берет и соединяет соответственно зип чего я каким хочу левым сопоставлять зип легкий то есть по левой я буду узнавать правую при помощи other brace все все other brace так вот не помню может быть брекет учится когда вы здесь в числе лад я буду писать так я не грамотно в английском я исправлю что-то еще верно значит дальше теперь что мы делаем я буду обрабатывать эти символы вот эти вот скобочки по штучному значит соответственно я этот экспрешен побегу прямо по нему корт brace in экспрешен для скобки в выражении ну понятно по символе строка я переверну объект по символе мне как раз он дает свои срезы да что я буду делать если у меня этот самый brace является левой то есть brace in left нет чисто теоретически я мог ускорить это дело после того как я сделал zip и сделал словарь соответствующий я мог бы left и right из списков сделать множествами ну они не такие длинные у от и длинницы и у от трех отличаются если бы у меня скобок было что к 100 я бы уже задумался а не написать мне вот здесь left равно set от left выкинуть порядок скобок в консуме какая-то в каком непорядке ну зато быстрее искать по хэшу да вы узнаете это все еще лекции if brace in left в а что я делаю если скобка левая то я ее запихну просто в степ то есть я все левые приходя знаете какое-нибудь конкретное скобочное выражение тынц 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 ну давайте я лучше все пооткрываю скобочки а потом позакрываю то пока я вижу левую скобку я ее кладу в степ еще вижу левую скобку еще кладу в стек еще вижу левую скобку еще кладу в стек встретил правую укорочиваю и в брейсинг левт то я думаю что наш стек как принимает элемент через уш фронт уш фронт собственно саму скобку туда пихаем так так теперь еще раз ой спасибо не то закрепнул брейс теперь иначе если если я был бы уверен что в этом экспрессион только скобки то окей но там же могут быть числа плюсы и минусы а я не хочу на них смотреть закрывать глаза поэтому я напишу элиф брейс и норай то есть их я просто игнорирую так в этом случае я во первых должен достать из стека какую-то скобку однако надо понимать что вполне возможна ситуация что у меня выражение выглядит как нибудь вот так то есть оно состоит из одной правой скобка или из правых скобок может быть больше то есть возможно что здесь у меня стек пуст и это не является не ошибкой а это просто отрицательный результат перед тем как тут вот ах 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 сразу дрываться на исключение которое я там заложил я не очень вот этого хочу я лучше просто сам в ручную проверю не empty lassen да То есть в данном случае стэк обязан быть не пуст, и если он пуст, то я сразу return false. Понятно? Сразу return, результат false, отрицательный, некорректная. Поэтому я здесь что делаю? Если у меня стэк empty, если он пуст, двоеточие, return false. Так, теперь стэк точно, если я пуст, то стэк точно не пуст. Парголожаем, вытаскиваем оттуда, собственно, скобку. Назовем ее, так, left нельзя, right нельзя. Так, что я могу, как это сделать? На самом деле я могу сделать это в одну строчку, как бы длинновастенько. Давайте напишем в одну строчку. Итак, что я буду делать? Я скажу так. Если у меня, если у меня brace не равно чему other brace. other brace, other brace. Для той скобки, которую я достану из стэка, от стэк точка поп, видно, что происходит? И в brace не равно other brace от стэк точка поп, то есть от той, которая у меня из стэка. В этом случае это как раз ситуация такая, что мне после круглой встретилась как раз там какая-то другая скобка. И я должен сразу return false. Мне дальше анализировать эту последовательность не требуется. Если же у меня все скобки в процессе совпадали, то есть вот я встречал, и они благополучно совпадали, то все окей, но почти. Надо, чтобы у меня все скобки были закрыты. То есть мне еще в конце требуется проверить, а не пусть, пусть ли стэк. То есть в самом конце он обязан быть пусть. Когда я закончил вот этот вот анализ, пробежался по всему expression и вернулся вот к этому вот моменту, вот сюда. То я должен проверить пусть ли стэк и в зависимости от пусть или нет вернуть противоположное. Пусть значит true, да, false этот самый. Не пусть значит false. Ну собственно его и надо вернуть по сути. Empty будет как раз правдой или неправдой, да. Поэтому я вам здесь вот пишу return соответственно стэк точка empty. Здорово? Ну, мы с вами сейчас, во-первых, осознали необходимость классов насущную. То есть что вот бывает, когда мы работаем там со ссылками без класса не обойдешься, он прям нужен. Да? А во-вторых, мы сейчас при помощи стэка с такой структурой, да, решили не очень-то тривиальную задачу. Анализ скобочной последовательности, ну это простая, конечно, но все-таки стэк есть задачки намного более сложные. Это, например, обратная польская нотация, да, вычисление выражений записанных в постфиксной форме. Или сортировочная станция дейстры, перевод из инфиксной в постфиксной нотации, да, это там в реализации языков программирования там при анализе выражений более сложно, да, но там требуется. Да, вот как вычислить выражение арифметическое, которое записано там со скобками, умножениями, с приоритетами операций, как это сделать. Есть механизмы для этого, да, и он назвал название. Да, они активно используют такую структуру, да, как стэк. Не важно, как она организована, важно, чтобы вот эта вот логика работала, да. Пуш и поп, и наш вполне сгодится. Почему? Потому что пуш и поп в нем происходят быстро, да. Так, ну что же, давайте посмотрим на время и на темы, что я забыл рассказать. Так, вот, слушайте дальше. Эту структуру данных сегодня я реализовывать не буду, но рассказать расскажу. Называется она Куча. Мне это название не очень нравится. Второе ее название русская пирамида. Куча или пирамида. По-английски хит. Куча или пирамида. По-английски хит. Куча. Куча. В скобках напишите. Куча. Пирамида. Да. И по-английски хит. В чем особенность этой структуры данных? Она представляет из себя двоичное дерево, плотно упакованное, которое чаще всего располагают тупо в массиве. Например, список для этого вполне подойдет. Обычный лист для хранения кучи вполне подойдет. При этом на вершинке всегда находится самый большой элемент. Как царь горы. Здесь такая игра дурная, в которую дети играют иногда. Я видел такое, но мне она показалась вообще идиотской. Во дворе у нас гопота играла. Но смысл в том, что есть гора и нужно забраться на вершину. Нужно царь тот на вершине или тот царь горы. А все остальные пытаются пробиться повыше, спихнуть всех остальных пониже. Ну а в идеале добраться до этого верхнего и спихнуть и встать на его место. Массовая потасовка, лезем наверх. Понятно? Ну вот, что-то вроде бы так. Если у меня в куче один элемент, ну если нет элементов, она пустая. Если приходит какой-то элемент, давайте 5. Оно сейчас само себе царь горы. Пришло туда число 3. Значит еще раз. У меня есть по два элемента с левой и с правой. У каждого элемента есть по два элемента. Потенциальных элементов с левой и с правой. Левое и правое под деревья. Как вот потом еще подробнее расскажу про деревья в следующем семестре. Значит что у меня? Ну допустим пришло число 3. Оно стоит сюда. Потом пришло число 1. Ну поскольку у меня куча заполняется сверху вниз, слева направо, то у меня это первый элемент, второй это третий. Ну или болевой первый, второй. Соответственно у меня число 1 встало сюда. Следующее пришло число, ну например 4. Его хочет вставать вот сюда. Но число 4, встав на это место, начинает борьбу свое за существование. И он говорит, так, спихиваю я тебя тройка. Тройка на мое место, а я наверх. А вдруг у меня получится выше? А, нет, не получилось. Ну все, на этом успокоилось все. Следующий. Пришло число 7. Встает вначале сюда. И начинает свое путешествие к вершине. Четверка. Меняемся. А, пятерка. Меняемся. И пятерка понизилась, а семерка встала сюда. То есть такая ситуация, что у меня число меньшее, находится принципиально по уровню вроде бы выше, она возможна. Это не, они как бы в разных частях этой горы. Понятно? Ясно? Но, на каждом этапе у меня те, кто пониже, они меньше, чем те, кто повыше. Ну естественно, есть два варианта кучи. Первый вариант, когда соревнование по максимальности, а второй, когда по минимальности. То есть так. В случае, для чего она нужна. То есть понятно, что тут можно добавлять дальше, там какое-то число, там 6 пихнуть, да. А вот там сразу жало, семечко помнялось местами. Я сейчас не буду ее доупаковывать, потому что здесь она не от того, чтобы ровненько, красивенько получалось. А сколько надо элементов, столько мы в кучу можем напихать. Вот. Еще раз. У нее на вершинке всегда находится максимальный элемент. Понятно? Поэтому поиск максимума в структуре данных кучек происходит за от единиц. Понятно? Вопрос, что делать, конечно, то есть у нее максимум, поиск максимум, за от единиц. А что делать, если мы этот максимум мы хотим удалить, сделать оттуда его удаление? Ну эта операция потребует определенного времени. Давайте сделаем так. Я тупо поставлю на место, я удалил семерку, вернул ее куда мне надо, там сохранил. А что мне делать дальше? Надо же с единичкой взять. Почему я единичку сейчас взял? А просто потому, что она последняя по порядку. Я возьму отсюда единичку, удалю, поставлю ее наверх. И начну для нее, для этой единички сейчас, путешествие не вверх, а вниз. А? Вниз. Сейчас я вспомню, как правильно это делается, потому что там она не должна при этом нарушить. Сейчас. Ребята, давайте это дело отложим. Я к любилущим этого тоже не рассказывал, а в следующий раз я это дело прямо с реализацией буду показывать. Так что на контрольной куча уже не понадобится. Последнее, что вам понадобится, это вот это. Значит, еще. По поводу домашних работ. Последние слова говорю. Домашние работы будут укороченными, и они обязательно появятся. Вот. По крайней мере, к девятой лекции она появится там, я надеюсь, уже прямо сегодня. Я видел ее уже в полуготовом состоянии, практически в готовом состоянии. Вот. Остальные немножко подождите там завтра, послезавтра. Но, если вы их прорешаете, вам будет намного легче написать контрольную. Потому что задачки, они будут в чем-то похожи, да. То есть, мы их будем не с неба брать. Ясно? Так что, не забудьте прорешивать домашние. И на этом, собственно, на сегодня все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ